Комсомольчан Я надеюсь, это для тех предпринимателей, кто хочет отсидеться в кустах, ясно, как божий день Сейчас приглашается к выступлению Юрий Васильевич Желдак, Коммунистическая партия Здравствуйте, уважаемые комсомольчане, товарищи земляки и друзья Я представляю Коммунистическую партию Российской Федерации Ту партию, которая единственная после контрреволюционного переворота 1991-1993 годов Ведет борьбу за права трудящихся, за социальную справедливость Нас запрещали Пьяный Ельцин подписывал указ, по которому наша партия была запрещена Но мы отстояли свое право на борьбу, на то, чтобы защищать интересы комсомольчан В этом году исполняется 25 лет после расстрела советской власти Когда купленные провокаторы с помощью западных спецслужб и внутренней пятой колонны Расстреляли Верховный Совет, законно избранное правительство страны Вы видите, что произошло за это время Кучка криминальных олигархов, преступников, компридорских изменников Разворовали то, что было создано руками предыдущих поколений и нашими с вами Расстащены полезные ископаемые Более 60-70% оставшихся фабрик и полезных ископаемых находятся в руках иностранных компаний Вот это вот то, что дала буржуйская власть Как писал Карл Маркс Капитал нанимает власть Форма найма называется выборы До 17 марта прошли выборы президента Российской Федерации С грубейшими нарушениями закона Команда Путина заказала баннеры, мы видели их по городу Иностранная компания отпечатала их Развесили их еще до регистрации Только за это нужно было снять кандидатуру Путина с выборов Председатель центра избиркома Панфилова Выступала с клеветой по телевидению против единого кандидата На груди не напала Николаевича И не за это надо было с работы снять и судить Нет, выборы прошли Народ выбрал своего президента Одумованный народ, оболваненный телевидением Запуганный Проголосовала часть народа за Путина На Дальнем Востоке Больше половины избирателей за Путина не проголосовало А те, которые проголосовали, мы разговариваем с людьми Вот войны нету, мы с голода не умираем И мы счастливы Товарищи, подумайте До какого уровня упустили наш народ Превратили в скотину, в быдло Которому вот войны нету, с голода не подыхают И уже счастье идет У нас жалко Путина Посмотрел среди кандидатов Он самый нищий За год заработал 6 миллионов рублей У нас губернатор Шпорт получает в два раза больше президента Министр Путина Сечин, Мюллер По полтора миллиона денег в карманы складывает А наш бедняга президент всего 6 миллионов заработал А может быть он именно столько и заработал Мы видим это на своих, так сказать, горбах Своими глазами видим, что творится с экономикой Страны, города и края Десятки предприятий закрыты Из 9 миллионов населения в 91-м году Дальнего Востока Осталось 6 3 миллиона, третья часть или умерли Или уехали Это что, не геноцид народа? А народ слушает Уши оттянул только, чтоб лапшу ему побольше вешали И все Товарищи, комсомольчане Выключите телевизор и включите мозги У всех у вас есть дети, внуки Они живут в этом городе Нас за границей никто не ждет У нас там нету ни вил, ни счета в банках Ни бизнеса Наши дети там гражданства не имеют Куда мы поедем? Куда вы поедете и ваши дети? Те же предприниматели Куда вы заберете с собой свой бизнес? Вот вопрос Вы подумайте о будущем своих детей и внуков Нас уже здесь угробили, как только можно По поводу программы Растаскивают за 25 лет, не могут растащить То, что вы сделали своими руками, ваши отцы В Советском Союзе за два с половиной года построили Варьковский автомобильный завод За 25 лет добили все, что можно Такой завод построила это правительство Посмотрите, кто в этом правительстве Покин назначил Сердюкова министром обороны Налоговый инспектор, в армии не служил Мутко, министр строительства Вообще министр спорта Какой вы видите за выражение назвать министр спорта Министр строительства В этом правительстве сидят люди Которые кроме луч, ручки, ложки Извиниться за выражение полового органа В руках не держали ничего Что мы от них ждем? Только принятие этих законов Работать не надо Давайте я расскажу Они работать не могут Да, да Они работать не могут Они ничего не сделали Они набивают карманы Посмотрите Подписал закон Единая Россия проголосовала большинство Они в Думе И народ понес деньги Вы понесете деньги из ваших карманов Не понесете, придут Залезут вам в карманы, вытащат Уже сейчас Час возьмут из-за автомобилистов Уже взялись Повысили налог на ОСАГО До 5,5 тысяч Отменять права 3 тысячи рублей решение приняли Все, автомобилисты вынуждены Понести деньги То же самое Под цене на бензин По другим вещам Которые вот Любые налоги будут они придумывать Подписал И люди понесли Они вывозят год Почти под 100 миллиардов долларов А говорят, что они нету денег Варьё вывозит свои деньги За границу на свои счета А народ погружает в нищету В Комсомольске осталось За 25 лет уехало 70 тысяч человек Какие достижения? О чём говорят Вешают нам И правительство И краевые власти И городские власти Выставили на продажу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому